В 2016 году в Омске модернизировали ряд крупных энергетических объектов. Самая свежая новость – это подстанция «Северо-Западная». Это позволило увеличить мощность энергообъекта и подключить к электросетям жилые дома, коммерческие и социальные объекты в районе проспекта Менделеева и улицы Бархатовой. Там сейчас ведется активное строительство, а также повысить надежность энергоснабжения для уже существующих потребителей. Модернизация объекта обошлась до 50 миллионов рублей и стала одним из самых значимых мероприятий в рамках инвестиционной программы «Омск Энерго» в прошлом году. Какие еще проекты были реализованы компанией и как это отразится на жизни горожан? На телеканале НДСРБК Интервью, студия Мария Васькова. Здравствуйте! Тем мы обсудим с заместителем генерального директора, директором филиала МРСК «Сибири-Омск Энерго» Сергеем Маденовым. Сергей Николаевич, здравствуйте! Добрый день! В 2016 году компания вложила значительные средства в строительство ряд объектов. Какие из них вы можете выделить? И прежде чем мы начнем наш разговор, давайте посмотрим небольшой материал. Новая линия электропередачи, соединившая ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, введена в эксплуатацию «Омск Энерго». Объект имеет большое значение для города и омичей. Прежде всего, проект позволит повысить надежность работы ТЭЦ во внештатных ситуациях. Он крупный и дорогостоящий, заявляют специалисты «Омск Энерго». На его реализацию потребовались внушительные инвестиции – 150 миллионов рублей. Протяженность новой линии электропередачи составляет 3,5 километра. По словам энергетиков, проект сложный, потребовавший дополнительных инженерных решений и согласования работ. Кабельная линия 110 киловольт между ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в первую очередь нужна для обеспечения выдачи мощности вновь вводимого турбогенератора мощностью 120 мегаватт на Омской ТЭЦ-3. Дополнительно, данная линия позволяет обеспечить надежное электроснабжение в различных режимах работы электрической сети, снять нагрузку токовую существующих воздушных линий передач и тем самым существенно повысить надежность для потребителей города Омска. Новая линия электропередачи – часть масштабного совместного проекта Омска Энерго, ТГК-11 и Омского регионального диспетчерского управления. По словам энергетиков, это пример взаимодействия, благодаря которому городская энергосистема работает как единое целое, обеспечивая надежное энергоснабжение МИЧИ. Так, все-таки, если обобщить информацию, какие объекты были введены в эксплуатацию в 2016 году и какие средства были вложены, если говорить о городе и селе, то как вы можете в данном направлении проанализировать ситуацию? Ну, если начать с обобщения информации, то, наверное, надо сказать, начать с того, что объем инвестиционной программы на 2016 год филиала Омска Энерго компании ПАОМ РСК Сибири составляет порядка 956 миллионов рублей. Это довольно приличный объем средств, который был направлен на реализацию инвестиционных проектов, связанных и с поддержанием, с обеспечением надежности энергоснабжения и, безусловно, с обеспечением возможности развития региона. В этом плане я сразу хочу сказать, что вся инвестиционная программа соответствует комплексной программе развития энергетики Омской области, утвержденный губернатором, и тем планам и схемам, которые разрабатывались в соответствии с планом социально-экономического развития нашего региона. Если говорить о крупных проектах 2016 года, ну, вы, Мария, уже сказали о подстанции Северо-Западная, я бы, безусловно, отметил и завершение реконструкции и модернизации подстанции Барановская, находящейся в Чикаловском поселке, что также позволяет обеспечить и повышение надежности энергоснабжения и возможности присоединения новых потребителей. Безусловно, один из ключевых проектов 2016 года, который будет завершен в 2017 году, это реконструкции подстанции Октябрьская, которая является одной из опорных подстанций не только города Омска, но и всего Омского региона, Омского приэртыща. Продолжается реконструкция подстанции Сургутская. Если мы раньше в рамках этого инвестиционного проекта завершили строительство подстанции 35 на 10 кВт для обеспечения энергоснабжения Красногорского гидроузла, то продолжением реализации этого проекта является реконструкция подстанции уже более высокого уровня напряжения 110 на 10 кВт, Сургутская. Работы эти будут также завершены уже в 2017 году, хотя и на сегодняшний день уже увеличение трансформаторной мощности нами выполнено. Здесь будет обеспечено энергоснабжение не только Красногорского гидроузла, но и обеспечена возможность развития и поддержки агропромышленного комплекса в Омском районе. Амбициозный и, я считаю, наверное, может быть самый главный проект, который реализован в 2016 году, буквально вот в декабре месяце, в начале декабря, это выполнение совместного комплекса работ нашим предприятиям МРСК Сибири, ТГК-11, ну и в тесном взаимодействии с региональным диспетчерским управлением по Омской области. Если, как говорится, по порядку, на ТЭЦ-3 вводится, и вот на днях, видимо, уже введут ее в эксплуатацию, новый турбоагрегат мощностью 120 мегаватт, позволяющий частично снизить дефицит, ну или приток электроэнергии в Омской области из других регионов, то есть собственная генерация. А для выдачи мощности вот этой 120 мегаватт нашим филиалам уже выполнена работа и построена кабельная линия напряжением 110 кВт от ТЭЦ-3 до ТЭЦ-4. Объем наших инвестиций туда составил порядка 110-120 миллионов рублей, ну, понятно, у генерации этот объем значительно больше. В чем уникальность проекта, я считаю, кроме всех технических сложностей, объемов, и мощности, и уровня напряжения, это, безусловно, уникальность в чем? Мы показали, что мы можем вместе работать именно в соответствии с теми планами и теми задачами, которые ставит правительство Российской Федерации и, безусловно, правительство Омской области. Вот, наверное, если коротко, то, что касается крупных инвестиционных проектов, я бы отметил эти проекты. Но нельзя не сказать и о муниципальных районах Омской области, где в течение уже ряда лет, в соответствии, опять же, с комплексной программой, идет строительство электрических сетей, энергообъектов для обеспечения энергоснабжением комплексных площадок застроек в муниципальных районах Омской области. А в каких именно районах? Ну, тут я бы даже, наверное, перечислил, где в этом году, проще перечислить, где не велись эти работы. Ну, на самом деле, в 24 районах Омской области в этом году, ну, где-то уже завершены, ну, буквально на днях, вернее, уже, я скажу, сегодня-завтра будут завершены последние работы для обеспечения подключения при строительстве и объектов жилья по программам и переселения из аварийного жилья и обеспечения малообеспеченных семей, ну, и так далее. Все, что сегодня необходимо для села, нашим предприятиям в плане электроснабжения обеспечивается в полном объеме. А если в целом говорить об итогах 2016 года, то что было сделано и с какими показателями вы вышли в 2017 Новый год? Ну, окончательные итоги, они будут подведены уже в январе месяце, как говорится, будет сдана вся первичная документация, проведены все расчеты, но уже сегодня можно предварительно сказать, что те показатели эффективности в соответствии с теми планами и задачами, которыми довело до нас руководство МРСК Сибири, нами выполнены. Причем, ну, даже с перевыполнением. Если говорить о исполнении ремонтной программы, то при плане 414 миллионов рублей и нами выполнен объем довольно существенно превышающий эту сумму, примерно мы выходим на объем выполнения порядка 470 миллионов рублей. В физическом выражении эти планы тоже перевыполнены. Я могу сказать, что выполнен ремонт 8,5 тысяч линий воздушных линий электропередач. На подстанциях разного уровня напряжения выполнен ремонт около 700 трансформаторов, порядка больше 700 гектаров просек, то есть расчищено от деревьев, что позволяет обеспечить надежность работы линий электропередач. Это то, что касается ремонтной программы в плане ее исполнения. Безусловно, большим подспорьем является то, что мы наращиваем объемы выполняемых ремонтных работ собственными силами. В 2016 году этот объем работ, доля работ выполняемых собственными силами составила порядка 97%. Это как раз тот резерв, который мы использовали для того, чтобы с наименьшими затратами выполнить максимально больший объем ремонтных работ и повысить надежность энергоснабжения. Ну, собственно говоря, и показатели сами по надежности, они говорят о том, что мы идем правильным путем, поскольку снижается количество и технологических нарушений, и длительность перерывов в энергоснабжении, и, собственно говоря, недоотпуска электрической энергии нашим потребителям. Я понимаю, что хотелось бы, чтобы свет был всегда. Но, к сожалению, пока это, в принципе, и не только в России, но и в мировой практике не всегда получается. Но та работа, которую мы проводим, в том числе и работа, связанная с выполнением ремонтов собственными силами, говорит о том, что мы на верном пути. Безусловно, если говорить о ремонтной программе, да, собственно говоря, и инвестиционной программе, те объемы, которые выполнены, их же всю эту работу проводили люди. То есть, самый главный потенциал нашего филиала. Я могу сказать, что при той численности, которая сегодня в филиале имеется, это порядка 2900 человек, и в МРСК Сибири, и, собственно говоря, и в группе компаний «Российские сети» мы имеем самую высокую производительность труда. Обеспечиваем это, конечно, той работой, которая проводится и при подготовке персонала, обеспечением безопасных, комфортных условий труда. Поэтому, как такой пример этой работы, я могу сказать, и тесное взаимодействие со средними и высшими учебными заведениями Омской области, в которых даже на сегодняшний день обучается около 200 студентов, которые по целевой программе мы готовы принять уже по окончанию учебы к себе на работу. В Омске отмечали День энергетика, участвовали лучших представителей профессии. Давайте посмотрим небольшой материал. Омские энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Лучшие работники МРСК Сибири Омск Энерго удостоены наград. За высокие показатели и творческий подход к своей работе памятные дипломы вручены инженерам, экономистам, электромонтерам. В общей сложности награды получили 300 сотрудников, силами которых в том числе и обеспечивается надежное энергоснабжение мечей. Кадры решают все. Сегодня Омск Энерго активно сотрудничает с вузами страны. Более 200 студентов обучаются по направлению и после получения диплома каждого ждет рабочее место. Одно из главных требований Омск Энерго – каждый сотрудник должен иметь как минимум среднеспециальное образование. Только так можно обеспечить стабильное развитие и энергетическую безопасность всего региона. А насколько в принципе сейчас остро стоит кадровый вопрос перед вашей компанией? Недавно в Омске отмечали региональный день труда. Так говорилось много о том, что как раз не хватает грамотных специалистов в инженерной и технической сфере. И вы уже затронули часть вашей работы с вузами и с вузами. Расскажите поподробнее, с какими именно учебными заведениями вы сотрудничаете и чего уже удалось добиться? Ну, если говорить о наших партнерах, партнерах при подготовке кадров, это и Омский государственный университет путей сообщений, и Омский государственный технический университет, то, что, как говорится, базовых предприятий при подготовке специалистов, имеющих высшее образование. Ну, мы немалые акценты делаем на подготовку специалистов со среднетехническим образованием. Здесь, в первую очередь, я бы отметил Омский промышленно-экономический колледж, с которым у нас уже многие годы установились партнерские отношения. И те выпускники, которых колледж готовит для нашей специальности, в основном приходят к нам на работу. Это то, что касается внешнего обучения. Большое внимание в компании уделяется и внутрифирменному обучению на базе нашего сибирского корпоративного энергетического университета. Основной филиал находится как раз в Омске. И здесь все, что касается повышения квалификации наших работников, переподготовки персонала, все это проводится уже на базе, собственно говоря, учебного центра МРСК Сибири. А как вы, в принципе, можете оценить те молодые кадры, которые к вам сейчас приходят и устраиваются на работу, компетенцию выпускников? Я заканчивал, ну, во всяком случае, получал первое свое высшее образование еще в советские времена. И в то время тогда ходил, ну, как шутка, анекдот о том, что забудьте все, что вас учили в институте, сейчас вы будете учиться снова. Безусловно, все, что касается теоретических знаний и в средних, высших учебных заведениях студенты эти знания получают, приобретают. То, что касается практических знаний и навыков, это объективно при обучении в учебном заведении здесь не хватает вот этого уровня подготовки для того, чтобы ту теоретическую базу понимать и знать, как ее применить уже в работе на практике. Исходя из этого, мы уже с 2009 года ввели у себя такую систему подготовки кадров, которая, в общем-то, в последующем была взята за основу и в целом по ПАО МРСК Сибири. Это проведение производственной практики на базе создаваемых нами энергоотрядов из тех учебных заведений, с которыми мы сотрудничаем. Молодые люди в течение двух-трех месяцев, в летний период каникул, проходят практику, а, собственно говоря, они работают на наших предприятиях, причем во всех муниципальных районах Омской области, приобретают те навыки, практические навыки и понимание, чему они должны еще обучиться, возвратившись в учебное заведение, для того, чтобы потом уже вернуться на наше предприятие и сразу полностью включиться в ту работу, которую проводит филиал. Это, с одной стороны, то, что касается студентов, а то, что касается руководителей высшего и среднего звена нашего предприятия, они имеют практическую возможность познакомиться с молодыми людьми, которые придут завтра к ним на производство и, безусловно, уже на этапе подготовки, обучения дать те посылы, те направления, с которыми должен уже молодой специалист прийти к нам, более подготовленный, более нацеленный и понимающий те задачи, которые будут стоять перед ним на производстве. Я могу сказать, что и по итогам конкурса, который проводится в группе компаний «Российские сети», энергоотряд «Омскэнерго» всегда занимает места в первой десятке, то есть по всей России, поскольку ребята заняты не только в производственном процессе, но и участвуют во всех тех корпоративных, общественных мероприятиях, которые проводятся в филиале. И тот корпоративный дух, который сегодня имеется в филиале, безусловно, они уже, могу сказать, заряжаются на этапе обучения и готовы к нам прийти и отдать все свои силы для того, чтобы сделать и свою хорошую карьеру, в том числе и помочь филиалу добиваться хороших результатов в своей работе. А в целом это все, безусловно, сказывается на качестве энергоснабжения и повышении эффективности нашей работы. И не могу затронуть еще такую важную проблему, это потери электроэнергии. Вот как в данном направлении, какую работу вы ведете и чего удалось добиться? Ну, работа по снижению потерь в нашем филиале носит, на мой взгляд, достаточно системный характер. Много лет и мы планово этому уделяем большое внимание. Это касается не только обходов оборудования, выявления очагов потерь, но и, безусловно, выполнения технических мероприятий. В первую очередь, это то, что в течение уже трех-четырех лет мы ведем работу по оснащению электрической сети автоматической системой контроля, учета и сбора информации, что позволяет не только более эффективно и качественно контролировать потребление электрической энергии, но и, безусловно, и нашим потребителям создает меньше неудобств, связанных с тем, что в дом должен прийти электромонтер или представитель Омской энергосбытовой компании для снятия показаний, проверки приборов учета. Вся система находится как бы за пределами домовладения, да, и нет необходимости тревожить потребителя для того, чтобы провести проверку. Мы сейчас с вами много говорили об итогах 2016 года. Какие задачи вы перед собой ставите в новом 2017 году? Ну, задача главная и ежегодная, я бы сказал, даже ежеминутная, это обеспечение надежного энергоснабжения наших потребителей при минимальных, оптимальных затратах, то есть повысить повышение эффективности работы филиала. Она, я бы сказал, носит общий характер, а тот план мероприятий, который организационно-технических мероприятий, который у нас имеется, он позволяет рассчитывать на то, что работа филиала в этом плане будет в 2017 году более улучшена и на более высоком уровне. И эти мероприятия заложены и в инвестиционной программе, которая предполагается, поскольку тарифное регулирование еще не закончено на 2017 год, но мы рассчитываем и видим, что объем инвестиционной программы не будет сокращен и примерно останется на том же уровне, 900 миллионов рублей, может быть миллиард, ну где-то в этом диапазоне. И в институционной программе предусмотрены мероприятия, связанные с повышением надежности и с обеспечением развития нашего региона. Я бы среди них отметил, ну и кроме того, что я уже назвал продолжение реализации инвестиционных проектов, начатых в 2016 году, это подстанция Барановская, подстанция Октябрьская, Сургутская. Я бы отметил еще начало реконструкции подстанции Амурская, подстанции Советская, продолжение работ в муниципальных районах Омской области. Подчеркну, что здесь, несмотря на то, что по законодательству на сегодняшний день инвестиционная программа РСК Сибири утверждается в Министерстве энергетики Российской Федерации. Тем не менее, все планы и направления инвестиционной программы, безусловно, согласовываем с правительством Омской области в лице, в первую очередь, региональной энергетической комиссии и Министерства строительства и ЖКК Омской области. Сергей Николаевич, спасибо за разговор. К сожалению, наше с вами время заканчивается. А я напоминаю, это интервью на телеканале НДС РБК. В студии работала Мария Васькова. Смотрите нас на телеканале РБК, а также на сайте itv55.ru. А я с вами прощаюсь. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин